Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, подклады, подклады в дом. Как часто это и бывает, и мы не замечаем, и не понимаем, почему вдруг у нас ушла удача, благополучие, почему пришли болезни, неожиданные ссоры в доме на пустом месте. Как это определить, как понять? Ну, во-первых, если было нормально, да вот, и вдруг неожиданно что-то произошло, ушло настроение, появились мелкие и крупные неприятности, дома начало все ломаться, обычные вещи, и одно за другим. Обычная поломка, да, ну что-нибудь там перегорело, там, лампочка перегорела, там, кран потек или еще что-то. Ну, сделали все, да, но если это через череда нескольких событий, да, вот, не успели сделать одно в другое, третье, четвертое, да, то есть целый цикл какого-то. Надо понимать, что здесь уже дело не в физике, здесь дело в энергетике. Дело в том, что к вам в дом пришла какая-то волна. А откуда она пришла? Может быть, это лично на вас имеется какой-то вот энергетический удар, какая-нибудь порча, сглаз, проклятие, все что угодно. Может быть, кто-то принес вам в ваш дом что-то. Часто люди близкие, вряд ли там чужие, какой-то сантехник вам что-то подбросит, или электрик. Нет, хотя и такое может быть. Бывают и такие, так сказать, колдушки, которые в виде, ну, колдуны, которые приходят и сбрасывают на людей какой-то свой негатив. Но обычно родственники или друзья, которые завидуют вам и пытаются украсть у вас удачу и подложить что-то. Что же является этими вещами? Да, вот если вы вдруг убираетесь у себя в доме и видите, да, какие-то иголки незнакомые, да, вот, наверное, у вас иглы хранятся в одном месте. И вдруг вы обнаруживаете, к примеру, в косяках двери иголки, которые вы не ставили. Либо в вашей кровати, диване или стуле сзади где-нибудь там иголочки раз или несколько иголочек стоит. Значит, надо понимать, вот они там, рассорники стоят. Кто-то их принес. А если, к примеру, находите старые монеты или купюры, вдруг там под ножку кроватки положили, под шкафчик, чтобы было не видно, куда-то затырили. С их помощью могут приносить в ваш дом бедность и нищету. Какие-нибудь старые монеты, ну, какие-нибудь купюры мелкого назначения, да, то есть какие-то тоже рваные, грязные. Чужие вещи, да, какое-нибудь белье. Да, у вас там где-нибудь в белье вдруг видите какой-нибудь старый грязный носок или там чьи-то трусы, которые вроде как не ваши, думаете, откуда это. Да, или все это спрятано, зашито в подушку. Наиболее опасные ведьминские мешочки, когда в вашей подушке вкладывают туда внутрь некий мешочек, да, или там могут быть волосы, кости, какие-то, пепел, ну, какой-нибудь соль, вот, какие-то такие вещи. Вы спите, и эта программа внедряется в вас. То есть нужно прощупать свои подушки. Если вы чувствуете, что спится плохо, что что-то такое, вполне возможно, хотя это уже сложнее, это сложнее, конечно, кто-то должен в вашем доме проникнуть в вашу подушку, там, вскрыть ее, засунуть. Но колдуны, они хитры, друзья мои. Поэтому, что еще может быть? Конечно, хуже, когда кто-то чертит, к примеру, маслом, да, специальным заговоренным маслом, ну, церковным, там, может, это какие-то знаки на ваших, на ваших дверях, к примеру, там, все что угодно. Кухня, туалет, там, ванна, там, комнаты, начертил, там, маслицем смазал пальчик и начертил что-то. Или водичкой, да, мертвой водичкой, там, из-под покойника ручки помазал. Она высохнет, да, но энергия останется. И масло, ну, как бы, незаметно, а энергия есть. Это уже сложнее, это надо уже, как бы, щупать, смотреть, смотреть. Ага, там, провели рукой, смотрите, фонит. Вот, почувствовали, закрыли глаза, смотрите, знак стоит, смотрите, там, ручки. Чужие люди, да, могут, к примеру, возле вашей двери налить вам на коврик мертвую воду. Вы на нее наступите, и вот эта некротика придет в вашу жизнь. Опять же, на вашей входной двери, на вашей ручке, на вашем замке что-то сделать. Но это все-таки вне дома еще, это легче. А дома вы все время находитесь, вот, как это некая такая магическая радиация, которая вас отравляет ваше пространство. Поэтому, ну, во-первых, конечно, энергетическая грамотность и гигиена вашего пространства. Если вы, ну, энергодыханием еще что-то очищаете, вы, во всяком случае, ослабляете действия этих вещей. Если, может быть, там, проходитесь водой, с солью заговоренной, может быть, свечкой, это тоже снимает часть проблемы. Может быть, не полностью, но часть, если вы там отливаете, может быть, там, свинцом, воском, это тоже убирает какую-то некротику, которая впитана. Ну, если вы нашли, к примеру, иглы, монеты, ведьминские мешочки, конечно, в идеале не трогать это голыми руками. Да, брать там через тряпочку, полотенчик там, раз, вытащили иголочку, взяли монетку, взяли купюру, взяли там старое белье и носок. Ну, часто вы смотрите, думаете, что это, да, вы уже взяли, как бы, ну, как это называется, осалили вас, зашкворились. Ну, что же делать, ничего. В конце концов, надо утилизировать, чтобы эта энергия-то вернулась тому, кто желает вам бедности, желает вам несчастья, ссор и болезней. В чем-то нужно, в идеале, это сжечь, сжечь с намерением. Вот эти вот там, даже то, что не сжигается, да, монеты, иглы прокалить на огне и тоже утилизировать. Может быть, завернуть во что-то, сначала прожечь на огне с намерением, чтобы этот огонь снял весь этот негатив и вернул тем, да, вот приговаривайте своими словами, вернул, пусть уходит туда тому, от кого это пришло. И, конечно, убрать это из дома. Сжечь, убрать, очистить. Ведьминские мешочки в том числе. Обязательно нужно сжечь, просто выбросить, не самое лучшее. Лучше, конечно, выбросить, если уж нет возможности сжечь, но обязательно прокалить на огне. Если какие-то предметы, которые вам дороги, да, были, не можете их утилизировать. В частности, да, какие-то расчески еще, да, к примеру, с чужими волосами вдруг обнаруживается. Волосы чужие, да, вот намотаны на что-то, да, там на ручку смотрите, на пуговицу вашей одежды. Смотрите, кто-то, не вы, да, кто-то намотал волосы на вашу одежду, на пуговицу, на молнию. Это тоже фактор такой, то в этом случае, конечно, в идеале лучше эту вещь сжечь полностью, да, тоже с намерением. Но если она вам дорога, конечно, ее нужно очистить заговоренной солью. Об этом, друзья мои, об заговоренной соли, как очищать, у меня есть видео. Поэтому, с одной стороны, да, вроде какая-то ерунда, а на самом деле, вот, когда вы будете, пока будете думать, да, там, готовы ли прожить, там, год, пять лет. Или это без удачи, без счастья, и какие потери вы понесете, или проделаете хотя бы вот такие простые действия, чтобы, ну, во всяком случае, вот это злое колдовство не отравляло вашу жизнь в вашем доме. Потому что, знаете, мир токсичный, колдуны приходят к вам в виде даже людей, которым вы доверяете. Так бывает часто. От близких энергетические удары приходят чаще, чем от каких-то чужих, и они болезненнее и серьезнее. Все, драгоценные мои друзья, пока, счастливо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА